Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Берегите детей. ДТП с участием несовершеннолетних участились. Примирения уже не будет. Муж, желая вернуть жену, зарезал ее ножом. Полтора года тюрьмы и крупный штраф. Осужден за взятку дядьковский эксперт-криминалист. Гололедица стала причиной смерти сотрудника МЧС. Ему было всего 32. В последнее время в Брянске участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Так, 2 февраля в Фукинском районе областного центра Рену Логан сбил 15-летнюю школьницу. Картину ДТП восстановила проверка. Девочка выбежала под колеса автомобиля из-за стоящей маршрутки. Школьница получила ушибы грудной клетки и головы. Еще одна авария с участием ребенка случилась в Бежском районе на перекрестке улиц Институтской и Ростовской. 23-летний водитель Рену Логан в городской такси не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Lantra под управлением 32-летнего брянца. В иномарке на заднем сидении находился 4-летний сын водителя. К счастью, он находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнями безопасности. Поэтому ребенок не получил телесных повреждений. Автоинспекторы в очередной раз призывают родителей напоминать детям правила безопасного перехода дороги, а также о необходимости использования удерживающих устройств при перевозке малышей. А для закрепления знаний о правилах дорожного движения пригласите ваших детей посмотреть небольшой мультфильм. Зелёный, побежали! Вали! Вупер, нужно было притормозить! Мальчики, вы в порядке? Ага. Кевин, Дак, нельзя так переходить улицу, даже если загорелся зелёный свет. Но, Поли, я думал, когда зелёный, можно переходить. Я тоже. Зелёный означает иди, но то, что он горит, не значит, что переходить безопасно. Некоторые машины пропускают смену светофора и не могут вовремя остановиться. Оли, что же нам делать? Когда переходить дорогу? Мы бы перелетели, если бы могли. Ясно. Просто запомните три правила, и сможете переходить дорогу легко и безопасно. Три правила! Правило первое. Всегда стойте на тротуаре у перехода и ждите зелёного света. Даже если горит зелёный, сначала посмотрите по сторонам. Правило второе. Убедитесь, что все машины остановились. Посмотрите на водителей, проверьте, все ли стоят, пока вы переходите. Правило третье. Не сводите глаз с машин, когда переходите. Проверяйте, видите ли вы машины и видят ли водители вас. Хорошо! Всё просто, да, ребята? Да! Запомните, дело не в том, насколько быстро вы перейдёте дорогу, а в том, насколько безопасно. Поняли? Поняли, Поли! Так, так, так. Зарезал жену и тяжело ранил пожилую мать супруги. На мужчину заведено уголовное дело по двум статьям. Злоумышленник заключён под стражу. Тема безопасности пассажироперевозок не теряет актуальности. Брянские автоинспекторы ежедневно проводят профилактическую работу среди водителей всех категорий транспортных средств, перевозящих пассажиров. Особое внимание при этом уделяется информационным мероприятиям, призванным повысить культуру и правосознание водителей. С начала 2016 года на территории Брянска зарегистрировано 6 ДТП с участием маршрутных такси, автобусов и троллейбусов, в результате которых 8 человек получили ранения различных степеней тяжести. Погибших нет. Я езжу по правилам. Очередная акция, которую провели брянские автоинспекторы. Правоохранители вместе с водителями наклеивали на микроавтобусы специальные стикеры. По мнению автоинспекторов, шоферы, имеющие на своем транспорте такие наклейки, будут ощущать на себе дополнительную ответственность перед другими участниками движения. Закону силу вступил приговор в отношении бывшего заведующего Дядьковским отделением Брянского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Станислава Пилюкова, осужденного за получение взятки. Ну что, тогда к расчету. Ну, а это, как бы это, вы, ну, не передавали, передадите. Здесь вот лежит пока. Сейчас буду переделывать и, наверное, завтра заберу. Лишить не буду. Значит, а, еще завтра заберу, еще там, говорите, да? Единственное, только это смотри, чтобы тихо. Даже когда все пройдет, уже закончится, там все уже и суды, и все. Никому ничего, понял? Ничего не знаю, что далее, то далее. Вообще, дурак дурак он. Ну, потому что, ну, тут неприятности. Ну, ничего, все. Меньше никак, да? Нет. Меньше никак совсем. Считайте. А это, вот меня вчера уже опрашивали по, ну, 112 тоже, уже точно будет, да, 112? Здоровые, пусть опрашивают по любым статьям. У них экспертизы еще нет. Экспертиза будет? Все, сейчас я вот ее сделаю прямо буквально в течение часа. Вот. И завтра сделаем. Угу. У тебя Петрухина ждет? Да. Ну, ясно. Позвоню я, чтобы забрала, и все. Дядьковский городской суд приговорил Пелюкова к полутора годам тюрьмы и штрафу в 1 миллион 200 тысяч рублей. Наказание он должен отбывать в колонии общего режима. Судмедэксперт, впрочем, с приговором не согласился и подал апелляцию в облсуд. Судебная коллегия Брянского областного суда оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения. Впервые за последние годы на Брянщине при исполнении погиб сотрудник МЧС. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 февраля. Пожарный автомобиль торопился на вызов в город Фокино Дядьковского района. Расчет спешил на помощь своим товарищам-огнеборцам. Погодные условия были крайне тяжелыми. Из-за гололедиц и пожарный автомобиль перевернулся. Водитель, 32-летний прапорщик Николай Андрюшин погиб на месте. У него осталась семья, жена и 7-летняя дочь. Главное управление сейчас работает в семье погибшего, психологи. Мы оказываем всю помощь семье при погребении. Принято решение о выделении единовременной помощи именно сегодня. В дальнейшем также будем мы про семью не забывать. Ну и по положению о службе, сотруднику, который погиб при исполнении, положены определенные выплаты, которые также будут сделаны. Характеризуем данного сотрудника сугубо положительно. 10 лет отработал в пожарной части. В данном ранге претензий к нему руководство не имело. То есть, как говорится, побольше бы таких ребят. В нашей рубрике «Правовой аспект» мы задали три вопроса прокурору. В какой форме заключается договор дарения? В соответствии со статьей 574 Гражданского кодекса Российской Федерации, по общему правилу, договор дарения заключается устно. Это может происходить в виде передачи дара, передачи ключей, это символическое дарение, либо передачи правоустанавливающих документов. Вместе с тем, закон не препятствует по соглашению сторон заключить данный договор в письменной форме. При этом закон содержит ряд случаев, когда соблюдение письменной формы договора дарения является обязательным. Это когда дарителем является юридическое лицо, и сумма дара превышает 3000 рублей, а также если договор содержит условия дарения в будущем. В указанных случаях несоблюдение письменной формы влечет за собой ничтожность сделки. Вместе с тем, следует помнить, что в случае осуществления дарения движимого имущества, например, квартиры, целесообразным является соблюдение письменной формы ввиду того, что статья 131 Гражданского кодекса РФ требует осуществления регистрации права собственности, перехода права собственности в соответствующем реестре прав на недвижимость и сделок с ним, который осуществляет соответствующий уполномоченный орган. В противном случае без соответствующей регистрации перехода права права собственности у нового собственника не возникнет. Можно ли отменить дарение? Отмена дарения предусмотрена законом лишь в исключительных случаях. В соответствии со статьей 578 Гражданского кодекса Российской Федерации, отмена дарения возможна лишь в том случае, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, членов его семьи, либо близких родственников, либо причинил умышленно телесные повреждения дарителю. В случае, если произошло убийство одаряемым дарителя, право отмены дарения в судебном порядке принадлежит наследникам дарителя. Кроме того, закон предусматривает возможность отмены дарения в судебном порядке в том случае, если дар имеет для дарителя большую неимущественную ценность, а отношение одаряемого к указанной вещи влечет уничтожение данной вещи. Также закон предусматривает возможность предусмотреть в договоре дарения право отмены дарения в том случае, если даритель переживет одаряемого. При отмене дарения одаряемый обязан передать подаренную ему вещь, соответственно, дарителю. Данные правила не распространяются на подарки небольшой стоимости. В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса дарение подарков сотрудникам учреждений здравоохранения, учреждений образования, различных социальных служб, в том числе социальных служб, занимающихся опекой, попечением детей и сирот, не допускается, за исключением дарения подарков стоимостью, не превышающей 3000 рублей. Вместе с тем, гражданам стоит помнить о том, что дарение подарка за совершение заведомо незаконных действий указанным лицам, например, это дарение подарка медицинскому работнику за незаконную выдачу листка нетрудоспособности, является взяткой, независимо от суммы такого подарка. И на сегодня это все. Цените свою безопасность, как самое главное ваше право. До встречи! Одежда ведущим предоставлена магазином «Оджи». Бум-Сити, второй этаж. Все лучшее для вашей красоты. В сети эксклюзивных салонов «Модная цирюльня». С 30 января приглашаем в новый салон по адресу улица 22-го съезда КПСС, 31А, телефон 56-35-80. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова